Перед стартом обязательная разминка в виде спортивных игр, чтобы разогреть мышцы и поднять настроение. В частности, популярная в народе забава – перетягивание каната. Из новшеств – шапочки Деда Мороза, больше похожие на колпаки Санта-Клауса от организаторов забега. Раньше нужно было приходить со своими, теперь первым, кто придет на регистрацию, дадут не только номер участника забега. Мы первым 300 участникам обязательно выдаем шапочки, у кого их нет. Когда видим, что на регистрацию пришел человек в шапочке, соответственно, он получает просто номер. Андрей Витальевич на забег пришел в первый раз вместе с внучкой. Говорит, все лучше, чем сидеть дома. Сегодня день свободный, дачи нет, ничего нет, чтобы время занять людей, посмотреть себя, показать. Что еще? Молодая супружеская пара Никоноровых. Вместе 4 года, но на мероприятия почти не ходили. Этот забег один из основательных выходов люди, да еще и в таких презентабельных костюмах. Как будто супруга трудилась над ними не одну неделю. Но Юля не только одна из самых красивых снегурочек, но еще и самая честная. Нам подготовиться было очень просто. Мы семейная пара, и мы педагоги. И мы работаем в детском саду. И мы попросили у своих коллег на данное мероприятие костюмы. На Большой Московской тем временем последние приготовления. Проезжую часть расчистили до асфальта и посыпали песочком. Ровно в полдень дается старт. Забег чисто символический. Ни от кого спортивных рекордов не требуют. И справки о здоровье не спрашивают. Заколола в боку? Переходи на шаг. Можешь вообще сойти с дистанции. Потому что главное не победа, а участие. Бегу я первый раз. Очень понравилось. Просто захотелось тут пробежать. По традиции первыми приходят не любители, а профессионалы. Несколько забегов подряд к победе упорно шел Артем Барков. И в прошлом году своего добился. В 2019-м самым быстрым Дедом Морозом оказался Никита Васильев. 12 лет занимается спортивным ориентированием. Дистанцию в 600 метров пробежал на одном дыхании за 1 минуту 33 секунды. Бежал первый раз и сразу победил. Мог бы участвовать и в предыдущих забегах, но... Я просто как-то думал, что это все тут несерьезно, мало народу. А тут почитал, что 2000 человек. Думал, надо приехать пробежаться. 2000-е это в прошлый год. Забег Дедов Морозов становится все популярнее. И на восьмую по счету вышло уже больше 3000 участников. Это традиционный такой забег уже стал. И особенность его в том, что все с удовольствием и хорошо принимают в нем участие. Мне сейчас подсказали, что регистрировались даже участники из Донецка, из других городов, кто пришел. Но ведь самое главное, что в этом забеге? Что люди вышли, что они пробежали, создали себе хорошее настроение. И с таким же настроением проведут, я надеюсь, весь новый 2019 год. Самой быстрой снегурочкой в этом году стала Анна Зеленова. По традиции отметили также самого старшего участника забега, самого юного, самые нарядные костюмы и семьи, которые вышли на старт в полном составе. Бытовую технику, как на прошлых забегах, победителям не дарили. Организаторы рассудили. Раз мероприятие спортивное, то и призы должны быть соответствующими. Спорт-инвентарь, спортивное питание, абонемент, фитнес-клуб.